Помню, папа рассказывал историю, как один молодой человек, звали его Николай, подошел к нему по случаю дня рождения и говорит, расскажите мне о Христе. Это с вами была история? Мне этот вопрос неоднократно задают, но я не знаю, могу и скромности, наверное, сказать, и как фамилия не указана же нигде, но случай такой был. Однажды подходит один, ну, по кличке его все называли, он такой от воровских законов держался, подходит ко мне и говорит, ну, святой отец, расскажи мне что-нибудь из Библии. Было шесть вечера. Я говорю, Коля, надеюсь, ты осознанно меня спрашиваешь, ты знаешь о том, что тебе, может быть, завтра дадут 15 суток? А он говорит, мне сегодня 25 лет исполняется, могу же я позволить себе в день рождения вести себя, как я хочу? Если ты не боишься, давай проведем вместе вечер. Боже мой, подарок-то какой, подарок! Это после трех месяцев молчания. Вы можете себе представить, какой это был праздник? Я говорил и о блудном сыне, и о женщине, которая была оправдана Иисусом Христом, и за самарянку. Ой, как много я всего-всего из Евангелия, из своей жизни, из... Ну, мы все говорили что-то, и он говорил чуть-чуть, немножко, но опять, нет-нет, говори ты, и потому что уже получать 15 суток, так знать за что, продолжай говорить. Ну, наговорился я за 4 часа. Я был доволен, что эти 4 часа закончились. Пошли спать. А все смотрели, что я хожу с ним, и все хорошо знали, какой будет результат. Было для всех удивительно, что на завтра этот Николай не был посажен. На послезавтра не был посажен. Для всех это было удивительно, и наедине даже некоторые шептали, ну, по кличке его называли, что он до сих пор на свободе. Как-то я минут без 10-6 утра вышел помыться, начиная день. В умывальнике был только лишь один Коля, только он один. В нижней рубашке мылся. Учитывая, что он один, я спрашиваю Коля, как твои дела? Тебя не посадили? А он посмотрел на меня и говорит, дорого стоит с тобой разговаривать. Я говорю, ну, а что в жизни бесплатно? Все дорого. Я говорю, а ты чем заплатил? А ну, подними рубашку. Я поднял рубашку, посмотрел, на спине такие сильно черные две полосы. Такие кровь запеченная. Ну, видно, сильные удары получил по спине дубинкой. И говорит, дорого платить. Я говорю, то, что дорого ценится, дорого платить надо. Ты прав, прав. И так несколько дней прошло. И вдруг начальник режима, это старший лейтенант, он уже был капитаном. Иди сюда на меня. Я подошел. Снимай правый сапог. А ну, идите сюда на двух заключенных. Иди сюда. Подошли. Снимай правый сапог. Снимаю. Он берет сапог, вытряхивает. Десять рублей упали. Скрученные в комочек. Вот, пожалуйста, вы, свидетели, прячет десять рублей в сапоге. А он положил между пальцев, когда трусил, и отпустил. Вот все. Вот десять рублей. Я говорю, граждан начальник, это не мои деньги. Меня больше ничего не интересует. Вот свидетели есть. Пошли. В общем, пятнадцать суток дали. За хранение денег в нарушение порядка режима содержания. Я думаю, что они затеяли. Ну, мне не привыкать по пятнадцать суток. Опять прошло два или три дня. Затащили какого-то пьяного, как я решил. Положили его на пол цементный. И ушли. Ну, думаю, надо что-то делать. Снял майку я с себя. Вижу лицо в крови. Думаю, я ушибся, наверное. Снял майку. Намочил в воде. А кран холодной водой есть. Намочил в воде. Вытираю его лицо. Узнаю, это Коля. Посмотрел на тело его. Поднял рубашку. Все черное. Крепко побили его, крепко. И в мою камеру бросили. Я, конечно, как мог, чем помог. Помог он в сознание пришел. Попросил, чтобы я его посадил к стенке, спиной провалившись. И он рассказывает мне на следующий день такую картину. Говорит, вызвали, говорит, меня. И говорят. Ты со святым беседовал? Беседовал. Ну и ладно. Беседуй. Ну вот что. Подпиши вот эту бумагу. Что ты за каждую беседу ему платил по 10 рублей. И я понял, что на тебя дело собирается. И я понял, что меня решили взять в свидетели, что я оплачивал по 10 рублей за каждую беседу. И в доказательство вот 10 рублей прятал в сапоге. Я сказал, что я такой бумаги не подпишу, потому что я ничего не платил. Подпишешь? Нет, не подпишу. Ты понимаешь, мы тебя убьем. Убивайте. Ну а дальше еще я буду тебя рассказывать. Остальное ты, говорит, видишь. Дня три были мы вместе. Он так с трудом, с трудом поднимался. Нет, кости у него целы. А внутренность у него сильно отбита была. Сильно. Мы беседовали с ним, наверное, не умолкая. Так, чуть-чуть переспим. И опять беседуем. Я уже и много псалмов пел. Особенно он любил взойдем на Голгофу, мой брат. И я ему сказал, Коленька, я не все понимаю в Священном Писании, что говорит Христос. Я не могу умом своим понять. Ну, например, сказано, кто напоит чаши холодной воды, во имя праведника не потеряет награды. А ты сделал больше, чем подал чашу воды. Сделал ты меня больше? Не сквернил душу свою тем, чтобы оклеветать меня. А вот чем тебя вознаградит Бог, я не знаю. И не знаю, как понять вот этого места. Но знаю, что без награды ты не останешься. Ну, ладно, ладно, отдавай что-нибудь еще. Вот так мы беседовали. Прошло дня три. Вошел начальник режима. Встать. Ну, ясно, я стоял. А Коля сидел. С трудом он мог бы встать, он не пожелал. Да ему и трудно было. Но он человек принципиальный. Нет, начальник, я буду сидеть, мне тяжеловато стоять. А, значит, ты. Ну, тут скверные слова пошли. Вытащили его по коридору, потащили. Только слышу крики, крики по коридору. И я опять один остался. Преклонил колени и молился за него. Братья и сестры, я не знаю, каков его конец был непосредственно. Я знаю, что Бог верен каждому слову. И как ему Бог воздаст, это уже не мои проблемы. А я знаю, что и за ним Бог наблюдал. Я знаю, что впишется в памятную книгу, когда он не хотел оклеветать ради своего блага. Я этого не могу понять, чем облагодетельствует Бог. А может быть, перед смертью обратился к Богу. Это с вами была история? Это было. Это было со мной. Но у меня и сейчас грудь сломана. Можете увидеть, что это побои эти все. Но они так сказали, все у меня хрящи наросли. И сейчас я прохожу рентген, мне все говорят, ты что с медведем боролся? Это у вас была первая встреча с Михаил Ивановичем? Да. Сколько вам было лет тогда? 19. 20-й год был, да, 1983 год. И это у вас уже была не первая судимость? Да, это была вторая судимость. Я после малолетки пришел уже на строгий режим сразу. И ваша первая встреча была в штрафном изоляторе? Нет, эта встреча была в закрытом бараке после штрафных изоляторов. Ну, буквально мне дали ночь переночевать, как что на матрасе, так она называется. Я пропускаю через матрас, меня опять посадили в штрафной изолятор. И открывается дверь, и заходит Михаил Иванович. Ну, меня это вообще как-то смутило, фапшу, да. Я искал встречу, фапшу, да, например, с ним, а его самого заводят ко мне. И мы сейчас, например, мы не знаем, потому что тогда нам давали 15, 15, 15, добавляли, за всякую мелочь всегда находили, за что писали любую мотивировку. И потом я вам расскажу, что Михаилу Ивановичу писали всякую от себя, за что его и отсудили, да, что он близко этого не делал даже. По этим мотивировкам, а мы добавили срок как злостного нарушителя. Я даже Господа не знал, да, потому что я Иисуса Христа увидел в Михаилу Ивановичу, в его характере, в его поступках, как что, да, в жертвенных, в его жертвенной жизни. Ну, и об этом я и постараюсь рассказать. Был 83-й год, когда его привезли к нам в 9-ю колонию города Омска. Привезли как злостного нарушителя, вместе с картежниками, наркоманами, пьяницами, так что. Привезли и считали его, как бы, за зверя, за особо опасного. Постоянно на него нападали, так что, да, но Господь ему даровал столько мудрости, да. Когда нападали на него дубинкой, заставляли его полмыть, так что, да, он говорит, офицеры, что вы так грозно кричите? Вы покажите, где это нужно сделать? Я с удовольствием, говорит, у меня руки затекли, спина в воронках, их долго везли, этапом, так что, и все прочее. А я, говорит, разовнусь, я с удовольствием это сделаю. И вот это вот добром он победил, слово, так что, да. Ему сказали, ничего, от тебя не надо, так что, все, иди отсюда. Потом я был злостным нарушителем, и я полгода в зоне не находился. То, что я вам сейчас рассказал, это было от моих друзей, очевидцев, которые ко мне в камеру посадили в этот день. Многих из них, которые приехали с ним, их посадили к нам в камеру. То есть досижу те 40 нарушения, которые там их посадили. Всех из камеры вызвали, и перевезли, и Михаил Иванович, так же, как особо опасного преступника, вместе с ними. И я, когда вышел в такой же отряд, где сидят, да, особо опасные преступники, сидят уже под замком. Сейчас это называется ЛПУ, да, и сейчас еще аббревиатуру меняют. А тогда просто звук считался, закрыт усиленный режим, да, бараки. И встретили меня, понятно, что встретили меня все те же блатные, кто пришел в скрытых тюрем, кто с Бура раньше меня выходил, с кем я бывал. А там был тогда еще Тюлинев, Юрий Васильевич, который из Красноярска приехал, который эту зону сломал, все, фапшо, да, и он говорил, вот кто у меня находится в камерах, это цвет моей колонии, остальные я всех сломал. И я это видел, потому что висели графики, висели графики дежурства, секции правопорядка. И из 100 человек, там 97-98 человек, все были записаны. Два человека, если там не было, фапшо, значит, они сидели, в камерах, фапшо, да, но в зоне в отряде ее не было. Ну, вроде как считали за саботажники. И, ну, я вам сейчас расскажу, потому что потом и Михаил Ивановича к ним причислили. Как нашего Господа, к злодеям, да, был причислен так, и его точно так же. Ну, я-то себя считал злодеем, конечно, фапшо, да, потому что, ну, находился с такими, научился в карты играть, как-то в школе учился хорошо, даже отличником был, фапшо, меня это смущало. Ну, слава Богу, фапшо, мне много это пригодилось в жизни. И когда меня организовали встречу, да, мне предлагают, фапшо, там, курить, наркотику всякую, фапшо, чифер, да, и в это время, фапшо, да, а я не курил, не чиферил, мне это не нужно было просто, я говорю, да вы накормите меня хотя бы, я еле стою, фапшо, потому что кормили день через день, день ледный, день пролетный, так называется, фапшо, да, и в это время какой-то мимо проходит человек, фапшо, да, ну, в таком же одеянии, как я, в такой же робе, с такой же бирочкой, фапшо, да, фамилии я не видел сбоку, фапшо, но меня осиял такой свет, фапшо, да, я прям дернулся, повернул голову и наблюдаю за ним, даже слежу, и я смотрю, он залазит на второй ярус, ну, так бодренько, все, фапшо, да, но я вижу, человек преклонного возраста лезет на второй ярус, когда молодые лежат внизу, и я говорю, вы почему цвет этой колонии, да, считаете себя блатными, ну, почему вы так несправедливы, у вас пожилые люди наверху, а молодежь внизу разлагается, фапшо, да, и я хотел, конечно, меня положили там в угол, дали место, все прочее, я хотел уступить Михаилу Ивановичу, фапшо, но режимники, сейчас они называются безопасники, фапшо, они не давали, потому что Михаил Иванович приходили, проверяли, проверяли, он должен обязательно лежать наверху, и за ним и ночью приходили, проверяли, с фонарями, светили, фапшо, и все прочее, да, и у меня сильно это заинтересовало, что почему его больше как-то за ним следят, чем за нами даже. Брат Николай, ну вот вы оказались с папой вместе в одном штрафном изоляторе, у вас было время, возможность ближе познакомиться, вот как эта встреча, как знакомство, и как вот вспомните все эти детали. Хорошо, я это, конечно, я это очень помню, и это всем об этом рассказывал везде, я Господа не знал, Иисуса Христа я не знал, так что, да, ну вот такого необычного человека, да, я увидел Михаила Ивановича, так что, сейчас-то я понимаю, что это Господь наш, да, являл меня себя через него, так что, да, и соответствия было, конечно, полное. Ну, и я ему предложил, я говорю, Михаил Иванович, ну, пойдемте в ту камеру, мне есть что-то вам сказать, ну, как нечто, нечто вам сказать, да, он говорит, пойдем, Николай, я согласен, и мы пришли туда в ту камеру, нам чуть-чуть открыли эту батарейку, ручеек, там, зажурчал какой-то, дали луковичку, кусочек хлеба серого, мы прижались друг к другу спинками, так согревались, перепрыгнем, бочками погреемся, потом опять я говорю, Михаил Иванович, ну, расскажите мне о Боге, ну, расскажите, вот, расскажите о своем Иисусе Христе, ну, кто он такой вообще, в кого вы так сильно верите, факшу, да, что страдаете, да, и он аж подскочил, подскочил так прям, я же, ну, не почувствовал, это даже явно было все, факшу, и он, Коленька, Коленька, дорогой, да, конечно же расскажу, да, конечно же расскажу, ну, как я тебе, Господи, о спасителе своем не расскажу, представляешь, это же грех большой, факшу, да, что, например, ну, я часто понимаю, факшу, да, спасай обреченных нас вперед, да, так нам слово говорит, и он его вспомнил, он мне начал рассказывать, он мне рассказывать, начал о своей семье, ну, еще начал с блокады Ленинграда, с выезда, да, с Ленинграда, факшу, рассказывал про папу, про маму, да, факшу, потом, как они жили, в общем, я сейчас понимаю, что, конечно, он у меня начал молочком, молочком поить, факшу, да, потом рассказывал про всех вас, про каждого сына, да, Ну, и, понятно, рассказал про детство, все. Рассказал про то, как вы, вернее, они с мамой сильнее волновались, у вас вы еще были дети, но вы были, это он, его слова, так что, да, вы не подумайте, что это какой-то комплимент. Это Михаил Иванович говорил, как ваши дети сейчас без вас живут? Он говорит, о, Коля, они крепкие орешки, их не так просто расколоть. Начал рассказывать, да, кто-то из вас не помнит, факт, что вы или вам, то тогда был день рождения Ленина, да, там, то есть принимали в пионеры, еще что-нибудь, а мы, говорит, с мамой были в посту, мы так сильно молились, все прочее, да, и, ну, я говорю, не помню, именно, подходит и говорит, папа, мама, а можно я завтра в школу не пойду? Ну, а папа так, говорит, в простоте, конечно, а что, сынок, ты заболел, почему ты не поедешь? Ну, нет, завтра будут весь класс у нас принимать в пионеры, да, а я не хочу в эту организацию, я Богу хочу служить, а не Ленину. Ну, мы, говорит, в душе так сильно, говорит, обрадовались, ободрились, хорошо, а что ты скажешь классному руководителю? Он говорит, а я то же самое скажу классному руководителю. Он говорит, хорошо, не ходи. И вот так вот, я знаю, что из вас никто не был, да, я был в октябре, там, комсомольцам, там, и все прочее, пионерам тоже. Но меня тоже это ободрило так сильно, потому что, ну, я-то по своему характеру, я тоже нигде не был. Хоть, может быть, не знаю, это правильно или неправильно, я не понимал, но я был просто таким отрицательным, да, человеком, что меня не устраивали эти организации никогда. Ну, может, из-за того и в тюрьму попал рано, да, что протеялся. А вот девятая колония, это была какая-то особая колония? Папа вроде говорил, что туда все заключенные из тюрьмы боялись попасть. Это какая-то, ну, зона была, где специально создавали условия, чтобы ломать блатных заключенных, да? Да, это совершенно верно, потому что я потом уже знаю, как что достоверно, когда вот пришел Тюленев, там, в общем, получилось так, что вот там до этого Карманова в разборках зарезали, так что, да, было шесть подполковников в администрации, их всех подправляли на пенсию, в отставку. И приехал, он сперва был замначальником, такой, Тюленев, да, Юрий Васильевич из Красноярска. Ему дали квартиру рядом с зоной, над зоной, прямо в шагу он в любое время из дома смотрел, надзирал и стучал, кричал по окошку, это я сам слышал всегда, хорошо? Дело в том, что он и дневал, и ночевал там, хорошо? И вот он первый эти рубашки смирительные привез. Он начал применять газ, он начал применять наручники, он начал применять эти рубашки, хорошо? И он где-то там, ну, в Москве, да, например, как бы добился, да, что эксперимент, что он всю зону сломает. И потом на эту зону, факшу, могут привозить любых других, факшу, да, и будут ломать, факшу, всех. Любой, кто был в возраст какой-то, воссал с построения, или еще где-нибудь, его сразу же под руки уводили, факшу, да, ну, и зверского сбивали. Он подавлял любой бунт, любое слово, факшу, хоть с чем. Мы просто, он заходил в колонии, факшу, да, в эту, в камеру, когда я вот там находился, да, и любой, кто мог бы, но не назвал его там начальником колонии, факшу, да, ну, там гражданин начальник сразу же, да, должен обращаться. Если его даже кто-то назвал Юрий Васильевич, там, все прочее, его просто вытаскали и избивали. Он для вас, я начальник, и как положено, так обращайтесь. Я с вами там чифер не пью, факшу. Ну, вот такой вот злой был, никто никогда улыбок не видел на нем. Хотя я вам рассказывал, что ему и зубы выбивали, там, и все прочее. Он носил усы, прикрывал эти шрамы, факшу, да, ну, зверюга была, он отъявленный вообще. Он просто людей не видел. И когда вот эти все зверства, да, даже видели в штабе, видели, ну, все булгахтера, там, да, там, плановое дело, там, все эти, и они ему говорят, Юрий Васильевич, ну, нельзя же так относиться, они же люди. Они же тоже чьи-то мужья, братья, сестры, там, и все прочее. Ну, у них есть семьи и все прочее. Он разрывал рубаху на себе, он показывал. А люди могут так, как звери, со мной поступать. Да, он показывал шрамы свои, что вот было в Красноярске, когда его там рубили, резали и все прочее. Когда он еще старшим лейтенантом там был. И он просто вот отыгрывался, да. И для него людей не существовало. Он мог просто вот стукнули в какой-то дверь, там, что, да, например, ну, что-то попросить там, или еще что-нибудь. Он просто вызывал полуроты солдат, открывались двери, и нас просто сквозь строй пропускали и били зверско. Прогоняли так же, или в эту африканку, факшу, да, потом назад с африканки, точно так же. Каждую камеру мог. А потом откроет все камеры и говорит, у меня один принцип, как батька Махно говорил, бей белых, пока не покраснеет, бей красных, пока не побелеет. У меня, говорит, любимчиков никого нет. Так вот поступал. Потом, в чем бы дело, был такой авантюрист, я говорю, он заставлял своих людей, по ночам выводил, с одного цеха где-то подкопая, с другого цеха подкопая, факшу, да, а он ночью заходит в зону, почему за клетка вас гудит, там, через что у вас побег, всю зону выстраивали на плац, пускали собак по цехам, по всем, все, всю промзону все снимали, факшу. И обнаружили, что в каком-то цехе, там, под какой-то стеной, там, начали, там, копать. Все это фотографировалось, документировалось, в управление, в Москву отправлялось, и он опять награды получал, так что, да, и вот такая карьера у него ложная, так она и была. Он пришел старший лейтенант, через полгода капитан, через полгода майор, и еще, наверное, через год, был уже подполковник. И на смену к нему пришел Власов. Да, Власов был тогда, вот, в третьей колонии, зам начальника по режиму. Его перевели начальником, дали ему майора, был капитаном, дали майора, его привезли вслед, вот, сперва привезли папу вашего, да, и его вследом сразу привели, этого начальника колонии. А Сырцов, Сан Саныч, у него был зам. Он, Сырцов, закончил академию, умный человек, вот сейчас у него сын верующий, даже служитель церкви, но только вот регистрированный у нас в Омске, Максим, которого мы спасали тоже от наркотиков, так что, и он как-то благосклонно относился и к папе относился, он беседовал, он любил умных людей, почему бы, что сам его в академию, а защитить, как бы, да, он не мог, потому что Власов над ним стоял, так что, да, над ним управление, все прочее, они были два разных человека по характеру. И именно, когда был Власов там начальником зоны, в это время был там и мой отец, потом Николай Романович к нему попал. Это был какой-то промысел, специально вот братьев направить в эту зону, где ломали хребты и всем непокоренным, да, чтобы как-то каким-то образом им создать особые условия? Да, конечно, это даже, ну, без сомнений, без всяких, конечно, потому что, ну, я одинаковый шел к прессу, да, и под такой, например, ну, что столько людей, факт, что, да, за ними следили и постоянно, факт, что унижали, да, и факт, что искали повод к этому, факт, чтобы избить, унизить, там, заморозить в этих африканках, факт, что просто уничтожить. Ну, потому что было такое, многих людей же там в простынях или в насилках, уносили утром, факт, что по запретке, да, ну, умершим, ну, это бывало такое, факт, что, ну, и понятно, что и их хотели точно так же заморозить в этих африканках, или просто сломить, да, их полностью, или опорочить их, факт, что, потому что, ну, вот эти вот, там, все полы, там, или еще что-нибудь, да, там все фотографировалось, уже в то время фотографировалось, все это досье собиралось, и все прочее, прочее. Ну, и, понятно, искали любой повод, да, чтобы их опорочить. Почему так и травили, факт, что, да, чтобы на них давали показания ложные. А каким у вас остался в памяти еще один персонаж девятки, это Синечек? Ну, вы знаете, что, ну, сильно негативный персонаж был, факт, что, да, ну, он меня избивал частенько, было такое, он налетал на меня сходу, с маху, вот так, что, Головень, я тебя убью, он меня больше никак не называл, у меня фамилия Головнев, да, а он у меня всегда Головень звал, факт, что, да, я ему сколько раз говорил, что у меня есть имя и фамилия, факт, что, да, он это не слышал ничего. Это был безумный человек, больной, факт, что, потому что я знаю, и потом, факт, что, да, ну, я сам видел, когда находился в санчасти, да, факт, что дело в том, что его откачивают, потом после этих истерик, вот таких, да, его уколами только приводили в чувство. Он, ну, когда входил в такой раш, да, вот, как бы безумие в это, все, он не мог остановиться. Он бил, топтал, ломал, факт, что, да, не знаю, только не кусал, наверное, факт, что вот такой зверюгой он был, да, и факт, что он высох, все видели его только пьяным, и сбил о море во рту. Все, если сенечек летит по зоне, это значит, он летит кого-то бить, кого-то убить или убивать, все прочее, все рассыпались, сразу разбегались, чтобы не попасть к нему, ну, под руку. Если вдруг он кого-то пробегает, и с ним не поздоровались, факт, что, да, тоже попал так же под дубинки. Прямо сразу зверской, может, зоны прям сразу там колотить, факт, что, да, и гнать. Ну, и по зоне он тоже, вот там же дубинки у них висят на ремне, на этом, факт, что он... Он с ней как с палочкой играл постоянно, но с ней не расставался никогда. Ну, отец рассказал о том, что его убили на свободе. Его нашли в болоте, голова, а рядом с ним портфель. А за Шивора там была записка «Собаки, собачья смерть». Его нашли на болотах убитым. Возможно это, потому что было не с одним, с ним еще такого же режимника на тройке. Точно так же. Долго-долго искали. Меня вызывал тот же, Власов уже в управление вызывал, да, «Отдайте». Женя такой паёк там был, факт, что у него. «Отдайте тело, отдайте тело», факт, что да, или мы все зоны поубиваем там, все и прочее, факт, что да. Хоть жене отдайте, там же на с ума сходит, факт, что да. Я говорю, вот видите, когда вот вы там безумием занимаетесь, вы не думаете, что родные страдают там, факт, что да, все от вас. Вот от этого вашего безумия. Зачем вы это делаете-то? Неужели ради тщеславия, ради карьеры? И его нашли там под кочкой, под болото, где-то разложено там все. Вот его каменное сердце никаким образом не смирялось, когда он общался с нашими братьями? Мне почему и удивительно было. Представляете, вот после беседы с Михаилом Ивановичем, да, все равно вот эта каменюга, она как-то размягчилась. И вот по каким-то же причинам он не мог его бить. Хотя ему никто не запрещал этого делать, факт, да. Ну и дело в том, что я-то видел, что к Михаилу Ивановичу они как-то тянулись, он располагал их на сердце. И с ним многие хотели побеседовать. С ним, факт, что, ну, наверное, все оперативники, режимники, факт, что, да, ну, по старше звания, которым, ну, с ним все беседовали. Я знаю, что его многие вызывали, факт, что, да. И я как бы интересовался так, факт, что, я думаю, мучить там, да, его будут вызывать, факт, что там, почему так. Почему я вам говорю, что, да, я думаю, что это особо опасный рецидивист, такое, ну, внимание к нему как с администрацией, ну, негативное внимание. Я думаю, это вообще какой-то такой сильный, авторитетный человек, да, что вот так они его обрабатывают со всех сторон, да. А когда авторятом коснулся, да, это самый простейший человек, которого я встречал в то время, да, Михаил Иванович. И вот это, вот это меня и подкупило, почему я и хотел таким быть. Скажу, как я первый раз познакомился с этим человеком, с капитаном Сенечек. Повторяю, он меня ни разу нигде не ударил. Хотя мастер бить дубинкой. И все время, где бы он ни был, все время крутил дубинкой. Она, мне кажется, и засыпала вместе с дубинкой. Он, наверное, никогда не расставался с ней. Меня привезли туда, в девятую колонию. Он там, в девятой колонии. Это там лагерь особого режима, экспериментальный лагерь строгого режима. Эксперименты делали. Если заключенного больше никак не могут перевоспитать, туда, там перевоспитают. А называется эта зона красная зона. То есть все носят повязки красные, дежурные. Понимаете? Все. И мне зеки говорят, ну все, ты на девятку едешь, тебя, то, что ты не будешь носить красную повязку, значит, тебя убьют, значит, ты выйдешь покойником. Там или-или, там не торгуются с людьми. Оно так и было, так и было. И вот представьте себе, нас 10 человек приехало в девятую колонию. В подвал опустили. Там шарфной изолятор, широкий коридор. Возле стенки встать? Все встали. Повернулись к стенке, повернулись. Руки на стенку. Все стоят, руки на стенку. 10 человек. Ноги на уровне плеч. Значит, вы понимаете, немножко расширены ноги. А для чего? Для того, чтобы, если начальник со счет нужным, между ног ногой ударить. Ну, так смертельные иногда бывают удары, яички разбиваются. И вот стоишь и ждешь, что с тобой дальше сделают. Так, граждане осужденные, кто хочет написать заявление, значит, в эту организацию добровольцем быть. Три шага назад. В моем кабинете можете подписать. Дело добровольное. Смотрю, пошли, подписались. Один паренек не пошел, а рядом со мной стоял, спрашивает начальника. Начальник, долго стоять-то? Ах, тебе некогда, да, некогда, жаль. И тут дубинка ему по спине, тут парит. Ну, такую дубинку устоять невозможно, обязательно упадешь. Потом подходит ко мне. А ты чего стоишь? Начальник, вас жду. А руки устали уже держать, так вот. Ну, я доволен, что... Пойдем ко мне в кабинет, думаю. Я думал, что умру у стенки, а тут еще в кабинет идти. Пришел в кабинет. Он сидит за своим столом, большая комната. А я посиди стою. Ну, докладывай, как положено. А знаете, зэки должны докладывать. Гражданин начальник такой-то, такой-то явился, статья такая-то, срок такой-то там. И освобождение такое-то. В общем, все. А я никогда не докладывал. Когда меня вызывали, я говорил, а суркиных хоров, вы меня вызывали. Все. Больше ничего. А они требовали, чтобы я докладывал. А я не докладывал. Никогда. Такое, хотят меня переучить. Так, выйди с кабинета и зайди, как положено. Докладывать надо. Я поворачиваюсь, выхожу, закрываю за собой двери и думаю, не пойду. Больше не пойду. А что значит не пойдешь? Вы понимаете? Пять минут, десять проходит, пятнадцать, двадцать, полчаса проходит. Он не шевелится, я не шевелюсь. Что будет дальше, я уже сам не рад. Хожу по коридору. Дежурный тут зэк, который у начальника режима на побегушках. Вдруг лампочка согорелась. Мой начальник вызывает дежурного. Тот сбегал, открывает дверь опять. Ждет он тебя, иди. Я вхожу, он сидит, помахивает дубинкой. Гражданин начальник, я вас слушаю. Значит, тебе западло вести как положено себя, да? Ну, сейчас получишь. Встает, подходит ко мне. Дубинкой крутит. Ну, думаю, все, конец. А вы знаете, страшно. Уже мурашки бегут по телу. А ты, как герой, стоишь. Он приговаривает непотребные слова, всякие говорит, говорит. И пошел к мне туда, за спину. Ну, думаю, я приготовился к удару. Думаю, сейчас, сейчас. Нет, выходит с этой стороны. И опять говорит. И опять пошел туда. А мне, знаете, так страшно стало. Я говорю, гражданин начальник, позвольте слово. Я нечто хочу сказать вам. Смотрю, он приходит сюда. Ну, что? А я не знаю, чего говорить. Я просто сказал ему, чтобы он не бил меня. А что говорить, не знаю. Я молчу. Ну, что говори. Молчу. А потом понял, что надо же что-то говорить. Так некрасиво. Я говорю, гражданин начальник, вы были в цирке когда-нибудь? Он говорит, а что ты хочешь сказать? Я говорю, там, знаете, есть аттракцион такой. Медведи молоденькие. Они и хоккеисты, они и волейболисты, и баскетболисты, они и футболисты, они и велосипедисты. Ой, чем только ли, и канадоходцы они. Это все дрессировка. Но есть категории медведей, которые дрессировке не поддаются. Их везут в зоопарк. Так вот, я тот медведь, который дрессировке не поддаюсь. Что, значит, тебя в зоопарк привезли? Да. Ну, для начала 15 суток. Понял? Понял. Я так доволен был, что ни одной дубинки не получил. Я ж вел меня 15 суток. Но он ни одной дубинки не получил. Я не получил. Все время крутился с этими дубинками. Все время показывал, что достанется тебе крепко-крепко. Все время, знаете, давил на психику. Но на психику давил очень сильно. Очень сильно. Ну, например, полчаса на прогулку отвели нас 6 человек. А обратно в камеру заводили. 5 завели и закрыли камеру. А я говорю, начальник, нет, запусти. А, ты не зашел, да? Ну, ладно, подожди. Здесь. Ну, я стою. Ну, не хозяин же я. Ключник. Открыли другую камеру. Вывели какого-то... Он или грузин, или теченец, или... Ну, какой-то кавказец. Не знаю. И стали... Два солдата вышли с собаками. И отпустили собак. И собаки стали рвать этого кавказца. Он уже истекает кровью, этот кавказец. Парень. Молодой ему. Года 23-25. Два солдата потом пришли. Взяли на поводки собак. И увели. А этот без сознания. А я стоял и смотрел метров за пять от этого всего. Что я мог думать? В любое время могли собаки на меня, да? Они же даже без... Нигде не привязаны. А потом у меня. А, ты здесь, что ты здесь делаешь, смотришь? И я зашел в камеру, где пятеро зеков. Ну, где и положено мне быть. А для чего они это сделали? Будешь плохо вести себя, вот твоя доля. Вот специально показать пример. И так было многократно раз. Вы говорите о том, что в этой зоне практиковалось что-то необычное. Смирительные рубашки, газ. Там собак натравливали. Наручники. Наручники. Вот это все применяли и к нашим братьям? Или все-таки их немножко обуздывало то, что это все-таки люди верующие? Или все это тоже применяли и к нашим братьям? В частности, к отцу, к Николаю Романовичу. Или это все-таки к ним относились немножко как к особенным людям? Их, потому что вот эти все спецсредства, да, они как бы относились к необузданным людям. Но они видели, да, что Николай Романович и Михаил Иванович, да, что они обузданные люди. Так что, да, что они же не отрицают, например, правила внутреннего распорядка, да, там, которые в зонах везде, факт, и все прочее. Они же их соблюдают. То есть, к ним это не применяли? К ним не применяли. Но атмосферу нагнетали, да, вокруг них такую? Атмосферу нагнетали, конечно, но вот, например, Михаил Ивановича не трогали, да, а Николай Романович, да, они сильно побили, сильно помяли этого, факт, что... И вот вы с ним оказались в трофном изоляторе, в одной камере. Да, мы с ним в одной камере, факт, что нас в 5 утра был подъем, нас выводили в рабочую камеру и составляли. Ну, как-то особо не составляли, но дело в том, что пытали голодом. Если норму не сдаешь, 7 мешков картофельных, если ты не свяжешь челноком, да, тебе дают каждый день водичку и маленькую-маленькую пайочку хлеба. Если ты сдаешь эти 7 мешков, да, тебе так и так через день кормят, но день суп дают с пайкой хлеба, а день просто чашечку водички с пайкой хлеба. Ну, Михаил Иванович, у него была вторая группа инвалидности по зрению, да, и меня сильно это заинтересовало. Он прямо перед глазами вязал эти мешки, а у меня все внутри бурлило, зачем он это делает. И когда я его видел, он подошел к одному, ну, так бы сказать, немощному человеку, да, которого все отталкивали, да, все его не признавали, так что, ну, как бы он был обиженный, там в углу сидел, и все, и Михаил Иванович подходит к нему, ну, и вот эту сеточку, которую он с таким трудом вязал, он говорит, возьмите, пожалуйста, ради Христа, возьмите, потому что Господь хочет, чтобы вы завтра поели. Но я это делал не показная, факшу, да, а тихо, тихо-тихо, ему на ухо, так сказал, рядышком положим. И я опять думаю, что это за человек такой, здесь могут только отобрать. И действительно, мешки отбирали, дрались за норму, факшу, да, пайки было тоже, факшу, да, иногда отбирали или меняли, кому больше, кому меньше, факшу, такое лицеприятие было, да, а Михаил Иванович, он мог отдавать, мог жертвовать. Меня это сильно-сильно интересовало, и я обратился к нему, я говорю, Михаил Иванович, у нас есть такая привилегия, сейчас в 2 часа, да, будут нормы сдавать, а я один всего сдаю, факшу, ну, потому что я вам рассказывал, что я в ПКТ, в Азалятове я научился с закрытыми глазами вязать, мог разговаривать, мог вязать, даже больше иногда заговорить, больше свяжу, факшу. И я это мог по 2 нормы делать, меня Власов закрывал, начальник колонии был, Алексей Иванович, закрывал в одиночке, проверял, ну, ворую, отбираю, факшу или еще что-нибудь. Ну, приходили после обеда проверять, у меня еще одна норма висела, и вот с нормы от меня отстали. Ну, в общем, я Михаила Ивановича пригласил, мы, нас приводят в ту жилую камеру. Темно, на уголках, на полах там наваривали уголки такие, с пятидесятки, факшу, ну, ногу нельзя было ставить ни вдоль, ни поперек, всегда сбивали их, факшу, да. На ногах были и так бы, как бы вот сейчас сланцы, но тогда было две резиночки тоненьких, так и так перепоясано, они постоянно рвались, ну, как-то и умудрялись их еще подкладывать под ребра, там, факшу, да, на этих уголках, или под голову как-то, ну, в общем, в холоде, в голоде люди просто засыпали. И я хотел рассказать, когда я читал в книге, когда Михаил Иванович писал об африканке, в этой, да, что-то встают потом, как африканцы черные, все в синяках, факшу, да, ну, это да, и Амини, это так и было все, да, но больше он-то, ну, принял это как бы по здравому своему разуму, да, а, понятно, тюремщики все утрируют, и африканка называлась из-за того, что там сильный-сильный холод. Это был прогулочный дворик, его разгородили пополам и сделали такую холодную камеру напротив надзорной службы. За ней следили, за ней смотрели, и всех, ну, для устрашения кидали туда. Вот Михаила Ивановича тоже садили туда. Это было таким злодейским творчеством местного начальства, или это подобные камеры были в других лагерях? Нет, этого нигде не было, нигде не было. Это был Тюленев такой, факт, что, ну, у него с психикой тоже было ненормально, он пришел с Красноярска, где его несколько раз резали, там, как, что думали, что вообще убили, но, в общем, хотели действительно несколько раз попушение на него было убить. Юрий Васильевич Тюленев такой, он был перед Власовым, он стал начальником управления, а Власов в стройке привез на девятку, начальником колонии. И вот этот опыт, в общем, Власова заставляли это делать. На самом деле, да, Власов, он как-то симпатизировал Михаила Ивановича, сам по себе, потому что он видел, что это умнейший человек, что, да, он здраво мыслит и все прочее, но он просто ничего не мог сделать против Тюленева, его сверху. И я потом, я разговаривал с ним, он мне это говорил, что ему приказывали. Приказ был сверху, может быть, даже не от самого Тюления, а может быть, это с серого дома с управления, да, где-то от чекистов там шло, это как-то, ну, такое давление это сильно виделось, и начальство даже при всей симпатии к Михаилу Ивановичу не могли ничего сделать. Ну, вот эта камера-африканка была одна на всю зону, да? Да, эта камера была, она, я сейчас сказал, самая первая от прогулочного, ну, это прогулочную пополам разделили, в полтора кирпича кладка, она промерзает насквозь, я был в ней, я знаю, что в уголке кранчик стоит, да, в другой уголке туалет стоит, так что, да, по углам замерзает вода, зимой и ней. Потом с промзоны, это тоже на моих глазах носили, тащили листы железа, и чтобы не было никаких, так что, связи между камерой, чтобы не было общего там бунта, да, разговоров всяких, так что все стены были заварены железом, на полу уголки. В общем, вся железная камера наверху бетон. Если мы туда заходим, так что даже нас не было, она как-то просыхала, так что начинаем дышать, как в бане, в парилке, конденсат наверху, он капает на нас, мы в одних зэчках, да, промыкаем, и все, кто там были, да, ну, это по милости Божией, там я назову несколько, ну, могу человек, что, да, кто не получил туберкулез. Ну, у меня были, я когда вышел, да, в таком возрасте даже, у меня были верхние поля побиты, да, очагами, факт, что, ну, потом как-то это все заросло само по себе, факт, ну, я ничем не лечился. Очень многие были туберкулезные. Я захожу как-то в санчасть, у меня был знакомый рентгенолог, и он сидит, журнал просматривает, и везде ставят такие раз, как кавычки. Это были пораженные легкие. И это было где-то процентов на 80. В каждой зоне было столько было туберкулезных. Уже у кого кровь шла, горлом тех отправляли, остальные там находились. Просто ломали заключенных и переводили в нормальные условия, или все-таки камеры, где некоторые находили себе конец. Находили конец, потому что, ну, хоть как там, даже выносили, например, с заднего двора тоже, да, а все равно там по запретке, да, полоса была между окошками бараков. Ну, и на носилках, да, факт, что прикрытые выносили, или просто на штраф, на палатке, на офицерской, так как она, накидка, вот этот плащ-палатка их надо, выносили, выносили, факт, да. Ну, и несколько было людей таких, факт, что, да, их, ну, потому что, видите, как администрации было легче это, да, завуалировать, так бы, скрыть это все, факт, что, ну, потому что у многих не было родственников. Их просто на безымянном кладбище хранили, и все, я потом узнавал, факт, что, да, им просто вот, который табельный номер идет там, факт, что, да, и на столбике, на крестике такой же стабильный номер, и все, ставится, ну, как бы безымянное кладбище, и такое есть. И вот сейчас, когда мы уходим на Благовестие, факт, да, ну, на один тракт, там, факт, что на Северном кладбище, на другом кладбище, мы бывали, факт, да, я таких могилок много видел под этими номерами. Вот, может быть, какие-то эпизоды, какие-то истории Михаила Ивановича, которые запали вам в душу, как он переносил эти все обстоятельства там? В чем и дело, что в нем была стойкость, она, она, я видел, что этот человек, он был намного, намного, как бы, сильнее нас. Вот мы себя ставили, таких зеков, отрицалово, да, там, фошу, все, 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 а на самом деле мы ничего не стояли, факт, что мы ныли постоянно, нам холодно, нам голодно, факт, что, да, мы постоянно роптали, там, и все прочее. А от него никто никогда не слышал даже, слова-слово. Ну, я говорю, что он приседал, он наджимался, он ободрял, факт, что, да, он всех поддерживал, факт, что все прочее. Ну, и все видели огонек в нем, не огонек, а огонь в этой африканке разгорался, факт, что, когда Михаил Иванович там находился. И многие выходили, ну, точно так же ободрены, как и я были, факт, что. И многие были заинтересованы, и многие спрашивали, например, там, калек-то и освободился, факт, что и вышел, что, а что там, Михаил Иванович-то когда выходит? Я говорю, а ему еще 15 добавили. Понимаете, вот без состава, без всякого преступления ему лепили, лепили, факт, что, да, вот эти ложные обвинения, факт, что, да, и еще 15 продолжали, факт, что, да, и он опять там находился, ну, ложный обвиненный. А потом все эти постановления их все вместе собрали, да, и вот так черными нитками сшили дело его, да, ну, обвинили напрасно. И вот, когда меня вызывал следователь, я же это читал, я же это видел, все показания на него, и все прочее, прочее. Все почему-то так и возмутился, что это все неправда, этого не было, что там дело сфабриковано было. Ну, видите. А сейчас, ну, как бы, для меня открыто, факт, что, ну, так поступали, конечно, несправедливо чекисты и все прочее, но, а как бы, да, слово благовестие и все прочее, да, например, вузы, как бы оно могло проникнуть, если бы не было вот таких достойных, да, слуг божих, факт, что, которые не боялись, да, сами свет являли, факт, что еще и других ободряли, факт, что. Как я вам говорил, что в первое впечатление, что это, ну, во-первых, один человек из тысячи, потому что 1200 было в колонии тогда, факт, что, да, одного человека я такого встретил, ну, который сеял добро. Я почему говорю, что для меня это было чудо, необыкновенное чудо. У него, ну, как вроде, ну, как ради Христа он расточал себя, да, у него никогда не было, у него не было никакого мешочка, у него не было там никакой тумбочки, никогда ничего, факт, да, даже что ему полагалось и отдавалось, он все равно все это раздавал. Он это все замечал, я был просто удивлен, вот, почему он рассказал, факт, что, да, про эти сетки, там, да, про все прочее, факт, что. Он любую конфетку, факт, что, да, не съест сам, он отдавал у кого-то ближнего, ну, немощному, больному или пожилому человеку, факт, что, да, ну, я не видел, чтобы он как-то жил для себя, вот это-то и дивно было. Как-то Бог давал им мудрости, ну, как бы, ну, не нарываться на конфликты какие-то, да, факт, что, как-то их сглаживать или еще что-нибудь. Хотя администрация и подговоренные администрации люди его постоянно вызывали на какие-нибудь конфликты, раздражали, факт, что, да, ну, я видел потом, или мне говорил завхоз отряда, факт, что, да, что специально были администрации, подговоренные люди, перед обходом администрации по отрядам, да, у него могли сорвать одеяло с кровати, могли еще что-нибудь там сделать, в тумбочку что-то подложить, могли, факт, что, да, и это делалось там, делалось запрещенные предметы, к ней подкидывали еще, в общем, искали любой повод, чтобы его закрыть в изоляторе, хотя он сам никогда ни разу не давал. Почему я ему говорю, что он даже, даже ложился на тельное белье, он его застегивал на последнюю пуговичку, потому что, ну, не разрешает же пуговицы, факт, что, но потом я это понял, когда я у него спросил, я говорю, Михаил Иванович, почему я вас не вижу молящимся, да, факт, что, как вы верующие не молитесь, и он опять, так, опять сильно коленько, да что ж ты говоришь, я же постоянно с отцом разговариваю, я постоянно молюсь, я говорю, как молитесь, но у меня бабушка Богу молилась, факт, что да, я вас ни разу не видел, факт, что он говорит, нет, я постоянно разговариваю с отцом, факт, что да, и неважно на каком месте, и я понял, что, потому что нигде не разрешали, да, перед отбоем, он так благоговорил перед Господом, да, что больше не было ни другого выхода, он полночи, в ночь разговаривали с Господом, но все пуговочки у него на отдельном белье были застегнуты, это потом мне Бог открыл, так, и меня это ободрило, а где-то и постыдило, что да, когда я вот так подумал, что верующий не молится, ну, и вот так, конечно, много мне было открыто через папу, факт, что да, ну, открывалось уже, много он мне наставлял, много говорил, факт, что да, я это внимал, факт, что, ну, а силы не было никакой жить, но семя было посажено, я честно скажу, я сейчас признаюсь всем и говорю, что да, по-старому я жить уже не мог. Ну, вас посадили в штрафной изолятор из-за того, что вы с ним беседовали? Ну, я точно не помню, факт, что да, ну, так, с ними запрещалось беседовать, с ними вообще разговаривать, ну, запрещалось, факт, что да. Это что, официально было где-то объявлено, что запрещается беседовать с Михаил Ивановичем? Ну, да, это делали оперативники, это делали режимники, это делал начальник отряда. Они что, объявляли, что с Хориум не беседовать? Ну, потому что, дело в том, что это было, когда Михаил Иванович садили в изолятор, да, строили весь отряд, ну, в отряде, на продоле, так сказать, на коридоре, факт, что да, и начальник отряда вместе с режимникой, с тем же Сенечком об этом говорили, говорили, чтобы с Хориум не общаться, они, типа, там, политически осуждены, они ведут заблуждение, это чуть ли не попытам какие-то, факт, что да, они против советской власти вас настраивают. И потом, мы к этому, наверное, еще дойдем, когда вот статью 188, это, да, выдумали эту, факт, что она вышла по просьбе трудящихся для нарушителей. Вроде бы, как, люди боятся по улицам ходить, факт, да, зэки освобождаются, факт, что и совершают сразу первый день преступления, и лучше бы их вообще не выпускали. Она была сильно недоработана, сырая эта статья, но сразу в верхах у нас ее придумали, утвердили, да, и она распространилась на Михаила Ивановича. То есть, общее было такое объявление, настроение к Хориуму не подходить, не общаться. Да, так и было. И те, кто подходили, общались, им грозило какое-то наказание, это было опасно. Ну, это опасно было, но и многие это боялись, действительно, потому что, ну, я думаю, ну, не только я один, но и многие видели, да, поведение Михаила Ивановича и все прочее, факт, да, может, кого-то и тянуло, кто-то и хотел с ним поговорить, факт, да, но не общались. Ну, и вы решили нарушить этот запрет и подошли? Ну, я как-то по обыкновению, я же говорю, я и был нарушить, но, можно сказать, даже авантюристам не нравилось нарушать, не нравилось нарушать запрет, а, во-первых, ну, у меня дух такой был против администрации, да, ну, они красные, мы черные, да, у нас вроде как война, конфронтация с ними, ну, и мне, наоборот, такие люди нравились, смелые, самоотверженные такие, я подходил, я общался и не скрывал этого, не прятался. Ну, потом меня объявляли, обвиняли, меня даже, когда вызывал прокурор, вызывали меня там в особый отдел, ну, еще многие всякие личности такие, да, когда собирали досье на Михаила Ивановича. Ну, и по-всякому, ну, говорили, я видел, что, ну, передо мной многих там вызывали, факт, что я видел этот контингент, конечно, факт, что я видел, у них собранные бумажки лежали, там, целая пачка уже, что пока это свидетельство на Михаила Ивановича уже давали, уже писали. Ну, писали, понятно, что под диктовку, где-то там еще приплюсовывали, где-то еще что-то, потому что, ну, им давали чай или сигареты, им за это давали, факт, что, да. Ну, а когда коснулось так, факт, что, и мне следователь, там, этот, или прокурор уже, факт, что, ну, говорим официально, там, еще при офицерах. Ну, расскажи, как Хорев подбивал в воскресенье не работать? Вот они верующие, факт, что, да, они не работают, факт, что, а как он подбивал вас не работать? Когда у вас был приказ по колонии, да, в воскресенье считать рабочим днем, уже должны работать, сдавать нормы, все прочее, факт, что, ну, и расскажи об этом. Ну, и у меня, я говорю, там, как-то внутри все возмутилось, все вообще, я говорю, что вы говорите, зачем вы вырвете, зачем вы говорите ложь? Во-первых, да, у него не рабочая группа, он сам не работал, да, и как он может подбивать других не работать? Его это не касалось. Я уже, как вам рассказывал, да, он все равно работал, да, и отдавал другим сетки. Ну, вот вы видите же, да, прямые доказательства, что это ложь, прямая ложь. Ну, дело в том, что, когда мы устраивали это в бунты, да, например, отказывались от работы, голодов устраивали и все прочее, факт, что, ну, я ему говорил, я говорю, Михаил Иванович, вас это не касается, да, по отношению режима и работы, да, факт, что, ну, открывались двери, стоял тот же Власов, тоже Сенечник, еще целая, там, опергруппа с дубинками все стояли, факт, что, и у всех был один вопрос, Хорев, вы тоже отказываетесь? Он говорит, нет, нет, у меня повода нету к этому, я же не работаю, да, по отношению нормы выживаю, такие работы, меня этот вопрос не касается. Ну, так, стиснулся, зубы, да, дверь ухлопали, закрывали, уходили, ну, повод не нашли. Я вам уже говорил, что, да, сейчас-то я понимаю, уже Бог не разъяснил, да, не давайте повода ищущим повода, но он так и жил, он так и жил, Михаил Иванович, повода он никому нигде не давал, его за это и уважали, что он сеял добро, вот в такой тьме, да, он сеял добро. Ну, к нему многие тянулись, что, да, у многих уже, как души истерзанные, все прочее, моя в том числе, и многие к этому тянулись. Ну, и вот вы оказались в этом штрафном изоляторе, в том, там, где вас потом за беседу с ним побили, как это произошло, ну, вот общение и последствия этой встречи? Это было в Африканке, да, ну, понятно, что мы так же грелись, как я уже рассказывал, так, что, да, прижимались, так, что, да, пачок к пачку, там, спинка к спинке, согревались и прочее, ну, и понятно, что, ну, я же задавал вопросы такие, как он говорил уже, да, расскажите о христе, там, о семье и все прочее, да, ну, и понятно, что он не могла, о чем он мне рассказывал. Ну, рассказывал он, понятно, своим, да, спокойным, тихим голосом, факшу, да, например, ну, камера небольшая, факшу, ну, понятно, кто-то мог слышать, да, кто-то подслушать и все прочее, например, ясно, что он не митинговал, не кричал, это факшу, да, ну, разговаривал, как голос, полголоса, так, факшу, ну, это слышно было, факшу. И с этой же африканки, в чем вы делаете, меня утащили, факшу, да, утащили, начали опять, факшу, стращать, пугать, факшу, со всех сторон начали бить, потому что там тоже и наряд был, четыре человека, прапорщика была, режимная часть, факшу. За беседу с Михаилом Ивановичем? Да, да, потому что это запрещалось, это официально запрещалось с ними разговаривать. С ними могли только разговаривать, ну, провокаторы, активисты, все, а если кто-то, например, ну, как считалось, с нормальных людей или отрицательные настроения, да, против администрации, это всем запрещалось и наказывалось. Это было одинаково, что с Михаилом Ивановичем, что с Николаем Ивановичем, Савченко, это то же самое, потому что у меня один срок с тем, да, получился, а второй срок с другим получился. И я, ну, сейчас взвешиваю это все прочее, ну, и тем более, одна и та же администрация, одна и та же колония, да, ну, и, как бы, идея была одна и та же у них, отвратить людей, да, от таких, ну, людей, которые могут, как-то за собой повезти и все прочее, прочее. Хотя многие люди тянулись, многие люди сочувствовали, так что, да, и многие люди хотели бы, но из-за страха, потому что, действительно, смирительные рубашки расстилали васов у меня в кабинете, у меня расстилал смирительную рубашку, тоже, ну, Билл пытал, так что, и говорит, у меня сейчас 40 минут, даже не продержишься в этой рубашке, да, так что, с тебя там все полезется, со всей стороны. Я говорю, ну, это физиология же человека, это естественный факт, что, ну, в затене и вас туда, и вас тоже самое полезет. Ну, и понятно, ушел я оттуда побитым уже. Ну, и вот эти вот случаи, может, ну, били часто, часто били, вот, например, ну, именно точно сказать, да, что это вот было точно время, точно время, да, ну, я так не могу. Ну, ну, какой-то случай из этих вот, да, это происходило. Так и было. Ну, вы не жалеете о том, что вот эти беседы доставались через побои вам? Что за все надо было платить, и за эти беседы тоже? Да нет, я как-то, я радовался, я радовался, так что, да, ну, во-первых, я радовался, да, из-за того, что, например, я противостоял администрации, что я укреплялся через это, да, что я уже как-то авторитет, мой рост, так что, да, там, в колонии, везде я мог какие-то вопросы решать самостоятельно или в группе с другими, да, А во-вторых, ну, что я был ближе всех с Михаилом Ивановичем. Меня это сильно вдохновляло. И я вам рассказываю, что, ну, я не мог молчать нигде. Я не хвастался, но это изнутри у меня шло, это вообще. Так вам грудь поломали вот именно дубинками после этих встреч в штрафном изоляторе бесед с ним, да? Ну, да, я вам, ну, я вам говорю, что группа, группа режимников избивали со всех сторон, да, потом двое, двое взяли руки у меня с двух сторон, ну, как бы зато наручников не было, так что, тоже как спецследства были, так что, двое держали, один бил, потом меняли, потом опять бил, так что, да, ну, и у меня грудь, она вот такая вот была, так что, красно-лиловая была. Ну, и, понятно, я сильно переживал, потому что у меня в детстве у нас был врач один в поселке на все, и он был горбатый. Ну, и как это некрасиво было, да, и как на эти вестивали шутили, дразнили, там, факт, да, я это только как представил, факт, что я такой же буду быть, да, в 22 года я буду такой же, факт, да, но я сильно переживал. И долго-долго эти уплотнения держались, факт, да, ну, а сейчас просто хрящи остались на этих ребрах, на сломанных остались хрящи. И, ну, на рентгене это видно все. Потому что, если я где-то рентген прохожу, там, меня по два-три раза на рентген, на флюорографию назначают, там, за плечи качают, легкие смотрят. Ну, а потом все так и говорят, ну, вы что там с медведем боролись? Ну, так вот как-то. Семена веры после общения с Михаилом, чем вас как-то проросли, зародилось что-то такое богоискание, богопочитание? Да, я сразу хотел стать верующим, я сразу хотел быть таким же, на него похожий факт, что... Ну, а так как меня окружали вокруг блатные, да, и все прочее, я не знал, как мне жить. Я рассказывал везде, в каждом проходе, каждому везде рассказывал, да, вот про Михаила Ивановича, потому что, да, так, 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 все, про него все рассказывал, что он мне рассказывал, да, все. Я в доконаверном этом был, я хотел быть таким, как он, да, но сил-то не было отречься от всего того. Ну, я все равно, ну, те же проказы делал, что я делал до этого факт, что, да, там, даже, ну, в те, вот, в таких тяжелых условиях, мы ночью все равно на чердаках в карты играли факт, что, да. А если где-то выпустят в промзону, на цехе или в Голубятне, даже там факт, что на цеху была факт, что все равно в карты играли. И точно так же, ну, тот же Власов так же издевался, бил, у меня бумажки принесут эти факты, говоря, там, того-того-того, за сколько обыграл факт. Ну, и говорят, там, руб за 20, там, с меня получишь. Ну, то есть, за 100 рублей я получал 5 месяцев по КТ, в помещении камерного типа. И сидел, ну, до последнего дня, так, за предки вывели, потом Власову говорю, факт, что, ну, я говорю, ну, за что страдал-то, скажите мне, пожалуйста. Ну, за глупость свою ты страдал, ну, а мне зачем такие в зоне важны-то? То есть, так и было. И мне это очень огорчительно, да. Я вот смотрел на подвиг Михаила Ивановича, да, и Николая Романовича, ну, как они за Христа, факт, что, да, например, страдают и все прочее. А я за глупость свою. Ну, сильно огорчительно, да. Ну, и мне в то время, мне так хотелось к ним примкнуть, да, быть рядом и все прочее. Ну, и что вот у меня было, например, в моих силах, факт, что, да. Ну, я письма, я и папины письма отправлял через начальника отряда, факт, что, да, через мастеров с промзоны, которые у меня были, факт, что. Ну, и так же Николая Романовича тоже самое. Ну, понятно, их вызывали и говорили, как вы, например, связываете со свободой, да, и как там, кто вам отправляет и все прочее. Ну, конечно, они же никогда не сказали об этом. Никогда. Ну, я от этого, ну, как бы не страдал. Потому что у меня были эти лазейки. За пять рублей можно было отправить письмо всегда на свободу. Ну, я радался, что я мог хоть как-то чем-то этим помочь им, факт. Я говорю, Михаил Иванович, а какое у вас образование, да? Он говорит, три или четыре класса, да, по-моему, начальника была, да? А я говорю, а у жены вашей? Он говорит, о-о-о, это грозный человек. Я говорю, почему так? Вы так любимому человеку так говорите. А это, говорит, самый серьезный контролер у меня. Ну, мне так это дорого было слышать, факт, что все, да, и какие у них были такие отношения, вот как вам так, да, к маме к вашей относился с такой любовью, как же, да? Ну, а я понимал, что вам нет, это близко ничего нету даже, да? Я даже близко так не могу тогда относиться, как же. И меня это очень сильно трогало, так же. Но я хотел быть похож на такого человека. Мы, опять же, с ними сидели в штрафном изоляторе, как же, да? Ну, много, публика вся разная, как же, была, да? Ну, и понятно, что там лишали всего, да? Например, ни курить, ни заварить, ничего не было, да? К чему привычно? Люди были сильно зависимы, вы знаете, это же, когда нас в камеру вели, в жулуги, да, например, люди бросались на урну, там, да, все, хотя бы там окурочки какие-то собрать. Их сверху били палками, этими дубинами, да, администрация. Они даже не вырывали, не отдавали даже эти окурки. Потом все избитые, там, кто в крови, кто в чем умывается, моются, и когда они сядут в кровь, там, закурят, там, эти цыгарки какие-то или сушат их, там, табачинки, да? Они такие самые счастливые люди и все прочее. А я не курил, ничего, я у них так жалко было, даже думаю, ну, ради чего страдают они? И вот такой эпизод был, когда, ну, недели бы не было ничего такого. Ну, и потом, когда это видели, да, все убирали. К тому вот людей не было, ничего не было, да? И люди просто как, ну, как бы безумели от этого греха, хорошо, да, к которому они прилипли. Так что, да, ну... И дело в том, что вот этот двухметровый грузин Тимур Кабуня, потом я его в Тулуне вкрытый встречал, он с япончиком легендарным, да, со всеми сидел, с этими, значит, мафиозиями, хорошо, в одной камере они сидели. Я даже со свободы слышал, я, ну, за другом ездил, который со мной рядом, там Бутузов в холоде сидел. Кстати, тоже Михаил Ивановича знал, ну, их стройки вместе привезли, так что. Так вот, жизнь, почему я вам рассказываю. Ну, и вот такой гроза преступного мира, так что, да, он заругался, ну, потому что связь была только через унитазы в соседней камере, ну, и нагнуться и крикнуть туда громко, да, он ему высокомерие, вон, он не позволял и все прочее. И он во весь двухметровый рост стоит и кричит туда. Ему говорят, Тимур, ты нагнись по ней, скажи, там тебе, там, вот, зовутся, потому что, да, ну, и он, как-то, конечно, заругается, заругается туда-сюда. И Михаил Иванович встал и пошел. Я думаю, куда он пошел? Он даже не знает этого человека, насколько он грозный в преступном мире, да, сейчас брови только поведет или скажет фас, да, и накинутся, потому что из-за страха накинутся, потому что если они не сделают его, да, приказ его появления, они, условно, выйдутся, с ними разберутся со всеми, то есть он авторитет потеряет. И все это знают. И я знаю, что, ну, из-за страха это могут сделать, потому что это и делалось. Масса вот такая, хорошо, да, это из-за повеления, например, авторитета какого-то делалось. Ну, и дело в том, что Михаил Иванович подходит к нему и говорит, Тимур, Тимур, ты такой уважаемый человек в преступном мире, такое высокое звание носишь, вор в законе, он так скверно ругает, что тебя это не красит. Повернулся и пошел. А я на полкамере так и замер. Он говорит, пойдем, коллег, меня за плечо взял. Говорит, пойдем. И мы опять голосили с ним, опять беседуем. А я смотрю, что будет делаться. Люди как встали, они готовы были к прыжку. Они стояли уже, да, и они встали за своими лавками, здесь все, факшу, да, и все сами замерли. Тишина такая, факшу, и этот Тимур, да, за сердце схватился, факшу, сгибается, ну, это согнулся, за сердце хватается. Я думаю, все, ему плохо стало. Думаю, как, почему там, факшу, да, что с ним случилось, факшу? А он схватился за сердце. Говорит, Михаил Иванович, Михаил Иванович, простите меня, простите меня, пожалуйста, факшу, да, я никогда больше ругаться не буду. Я вам честное слово даю. Ну, и все. Ну, и мы сидим, и буквально через 2-3 минуты он говорит, Михаил Иванович, Михаил Иванович, я неправильно сказал. Он говорит, в чем твоя неправда, Тимур? Он говорит, я при вас ругаться не буду. Но он же понимает, что он без нее этого не может. И что он клятву взял, дал напрасно, да, и вот за это может не уважать его, на авторитет пошатнется. Он это осознал, да. Ну, и Михаил говорит, нет, Тимур, ты вообще не ругайся больше. И мне это так мило стало, факшу, да, так радостно, факшу. Ну, и все заулыбались, ну, разряженная обстановка полностью была, факшу. Мир был в камере. И вот его за это все уважали. И потом все, кто, например, находился в камере с ним, да, ну, я вот это чудо же видел, факшу, да, все как-то старались повод найти с ним, пообщаться, поговорить с ним, но он не молчал. Он постоянно говорил об Иисусе. Он все равно, он находился в любом человеке, факшу, да, любой разговор все равно обратить на правительный Иисус. Он все равно каждому говорил, да, что ему нужен Бог, что ему нужен Иисус, Спаситель, факшу, да. И дело в том, что, ну, приятно все равно, факшу, да, слышно те люди даже, пусть там кто в регистрацию с этой тройки, там, потом пошел к факшу. Ну, вот с девятки я, например, не встречал, но это сильно-то во мне было посажено, только там больше нигде никак. Что мне интересно было, да, ну, я же не знал, откуда он берет силы-то. Он никогда вот, там же постоянно, там, сетки свяжут, например, да, раз на эти сетки спят, там, факшу, раз еще что-нибудь. Но я же не видел никогда, чтобы он на просто время проводил заряд, он спал где-то, отдыхал там или еще где-то. Вот в таком немощном физическом состоянии, да, он никогда нигде не показывал никакой слабости. Он всегда бодрствовал. То есть он сетки шил ради того, чтобы раздать заключенному, который не справляется с нормой? Да, конечно, чтобы они на утро, ну, то есть добавили к своим, да, которым уже сшиты, и чтобы они получили пищу, да, на следующий день. Но дело в том, что у меня еще что, например, ну, непонятно было, да, хотя сильно так подкупало, факшу, он давал, добавлял только тем, которые трудились. И вот когда он сказал, да, я видел, что вы трудились целый день, факшу, да, и не успели, не смогли, факшу, ну, я верю, что у вас завтра получится. Сегодня возьмите, чтобы вы завтра покушали. А те, которые лежали, да, праздные там или еще кто-нибудь еще, он никогда к ним не обращался, никогда ему не давал. И, ну, неясно стало было, понятно, что, да, ну, к лентяям вот не способствовал их, не ленив, а вот таким вот он, наверное, бодрял их. Как отец относился к этим несправедливым страданиям? Как он это переносил? Находились с ним в двух одиночках, вот когда нам хотели добавить срок, факшу, да, я нарушитель, он нарушитель, и еще два было нарушителей, которые с тюремного режима пришло, факшу, да. Ну, и у меня всегда такая ассоциация, факшу, да, ну, как Господь наш, да, Иисус, их злодеем был причислен, факшу, да, и когда меня освободили, он так и получился, он сидел посередине двух крытников, этих двух разбойников, да, и им всех вместе их осудили, да, с ним. Ну, и в чем и дело, что, когда я подошел, меня освобождали, когда, да, факшу, и я, ну, меня хотели повезти на свободу тогда, факшу уже, да, а я говорю, нет, нет, подождите, факшу. Я в другую сторону пошел, к его камере, факшу. Они говорят, ты что, не хочешь освобождаться, что ли? Я говорю, да подождите, успеем. И я открываю волчок этот, куда они подсматривают за ним, да, я говорю, Михаил Иванович, Михаил Иванович, факшу, он раз подходит к этой двери, факшу, или стоял, может, слышно же, было, факшу, освобождение мое, факшу, он был около двери. Ну, вот так вот видели, через дверь с ним, факшу. Я говорю, Михаил Иванович, ну, почему ваш бог несправедливый такой, факшу, да, как, ну, вы верите, как он допускает такое, факшу, да, я злодей, меня отпускают, да, вы ничего не сделали, факшу, да, вас оставили на суд, вам добавить срок хотят, факшу, но почему бог несправедливый, почему вас бы сейчас освободили, да, меня оставили, я молодой, здоровый, факшу, да, я могу еще срок один отсидеть, а он меня утешает и ободряет, но он говорит, ничего, ничего не говорит, я рад умереть на тюремных нарах, но лишь бы было хорошо Богу и нашему народу. И вот эти благословения, я действительно сейчас их вижу вести, это действительно нехорошо, да, хорошо нашему народу, в церкви растут, общины, да, возрастают дети в церкви, да, за то, что боролись наши братья, факшу, да, оно сейчас все воплощается в жизнь. Я эти благословения вижу и на мне, и вокруг меня, я это все вижу. Ну, и я не молчу и рассказываю свидетельствам о том, что, ну, дух-то побуждает Божий. Вот ваши воспоминания об этом удивительном Божьем служителе Николая Романовича? Ну, вообще, когда я подходил к Михаилу Ивановичу, я говорю, к одиночке-то, да, когда прощаться, факшу, да, он говорит, Николай, помни, да, куда я тебя послал, факшу. Ну, а когда я добивался, спросил у него, говорю, хоть скажите, хоть письмо напишите кому-нибудь, вот пусть на моего брата Библию вышлют, я хочу сам почитать, я сам хочу увидеть, узнать Иисуса, факшу, да. А он говорит, Николай, тебе не надо ничего делать, ты иди на адрес смены 16, Савченко, Николай Романович, тебя там знают. Я иду, удивляюсь, ну, как меня там знают? Ну, понятно, что по письмам, да, их по переписке и все прочее, меня там действительно знали. Ну, так как я был очень слаб, да, факшу, ну, какой слаб, вообще силы не имел, какой слабость там, вообще не имел. И дело в том, что боками стучался каждый день, каждый день, факшу. Я слышал, вот как сейчас диалог с вами, так же я слышал внутри свой голос, смены 16, иди, смены 16, иди. Я с этим спал, засыпал, я с этим вставал. Ну, встать с постели, да, я не мог. Я чувствовал, что на мне такая плита лежит, факшу, такая сила меня держала. Но я каждый день обещал Богу, что я с утра пойду, и я не мог. Ко мне шли наркоманы, ко мне шли блудницы, ко мне шли алкоголики. Постоянно все что-то приносили, были заряжены, да, и я вместе с ними это же употреблял, все, факшу, да. Но вот представляете, как чудно, да, как чудно Господь меня спас от смерти, да, вот от всего этого, факшу, да. Вот даже пусть, ну, через эту кражу мою, факшу, да, через три месяца я опять в тюрьме. И вот открывается дверь и заходит Николай Романович. Вот представляете, да, и я встал, и я не верю сам по себе, по-человечески. Я к нему не пошел, да, а ради спасения моей души и многих еще, да, Бог сам его привел ко мне. И мне это ясно, четко стало, когда вот я услышал его фамилию, он сам заходит, факшу, да, я думаю, ну, не может быть по-человечески так. Ну, как бы если, где бы я с ним встретился, да, а Господь этого ангела послал, да, грешникам, чтобы там дать спасение. Это, ну, это, ну, когда я рассказываю, да, ну, когда спрашиваю, там, от Христа пробуют, да, какие-то знамения просили, все, да, какие знамения каждый день, их только надо замечать. Начиная с самого утра, от природы, от погоды, да, от общения, от отношений, факшу, да, что нас окружает, да, они сплошные знамения в нашей жизни. Что касается Савченко Николая Романовича, он в Омске был служителем, то я его хорошо знаю. Помню, меня привезли в Омский лагерь, один говорит, ты откуда? Я говорю, я верующий, вот так это, мы знаем верующих. Вот был Савченко, я говорю, Николай Романович, о, ты его знаешь, а ты похож на него? Я говорю, не знаю, я не знаю, какой ты, но лучше, чем Савченко, ты быть не можешь. Вот так. Я говорю, а почему так? Потому что Савченко настоящий верующий, он до конца святой. Я говорю, а ты приведи пример какой-нибудь. Чтобы он до конца святой был. Мне поручили 10 человек, которых только что из тюрьмы привезли, и Савченко в том числе, накормить в столовой. Я их привел в столовую, посадил, 10 мисок поставил в супу. Они каждый вынул ложку и стали кушать. А Савченко снял шапку, встал и молится, закрыл глаза и молится. А я, говорит, никогда не видел, чтобы, как молятся люди-то. Взял миску и отложил в сторону. Теперь посмотрим, откроешь глаза, что здесь в детском саду, чтобы глаза закрывать. А Савченко, говорит, сел, миски нету. Ложку опять спрятал и выходит со стола. Я ему говорю, батя, вот миска, я пошутил. Кушай. А он говорит, нет, ты не пошутил. Ты знаешь, кто я? Нет. Я служитель церкви. А у служителей такой порядок. Куда приезжаешь на новое место, в этот день ты должен быть в посте. А я забыл, я кушать хотел. Я помолился, а Бог говорит, возьми миску, ему не положено. Ты взял миску и положил. Другое место. И я сразу же понял, что это Господь действует. Я благодарю тебя. Он до конца святой. Я после этого ходил целый вечер за ним. Смотрел, где-то он покушает. Не, он не кушал. В пятницу никогда он не кушал. Хотя только в пятницу рыбный день был. Рыбу давали. Это самый питательный, самый вкусный обед. А он в пятницу никогда не кушал. Я считал его обездоленным и несчастливым за то, что он в пятницу не может кушать. Вот такой вот человек. Я радовался, что передо мною прошел такой брат, как Савченко Николай, которому стоит подражать. С камер собирает в одну общую большую камеру. И потом по районам, да, в эти народные суды развозят по районам. И набилось очень много народу. Ну, я скажу, наверное, может, 50, может, 60 человек вот такие вот набивают. И понятно, бурное общение идет в связи. Там такой говор, ну, сильно кричат, разговаривают, общаются. И света раньше же не было. Этих свет было, а не было нагревательный прибор. Ни плиток, ни этих. Ну, и все валили на портянках, на рубашках, там, да, на костюмах все-то рвали. На факелах на этих валили кружечку этих, чиферу этого чая. Ну, и представляете, какая копоть эта стояла, все вокруг везде. В каком-то в одном углу варят, где-то в другом дерутся, объясняют отношения там, факшо. Кто кому-то еще предъявляет, факшо. И открывается дверь, факшо, да. И я слышу, там же называют на деле, факшо, это на карточке, на деле называют, там, например, Савченко, да. А он должен сказать, Николай Романович, там, да, обвиняется по статье такой-то, факшо, да. И я слышу Савченко, Николай Романович. И я как бы вот этот вот тихий-тихий голос, да, он меня как кнутом снар поднял, подкинул, факшо. Я соскочил, встал, рот разденул. Думаю, неужели это со мной такое чудо творится, факшо. Я к нему не пошел. Меня посылали, да. Я к любому другу, к Бладновому, Хромовому, если мне дали записку, да, я бы исполнил обязательно, факшо, да. Мне стыдно было не исполнить, вроде, чуть ли не клятву бы там дал. Да, я к многим родственникам ходил. А здесь, куда меня направлял Михаил Иванович, я не пошел. Я не исполнил его поручение даже, так. И мне стыдно. Еще, да, Дух Святой так обличает, факшо, да. Я плачу, рыдаю. Мне там эту кружку пихают, с чифером дают. Я говорю, да отстаньте от меня, зачем она мне нужна, факшо. Я слезы вытираю, все, проревелся, поднимаю, слезы текут. Я смотрю, заходит убеленный, сединый, такой худой, немощный человек с котомочкой, такой с маленькой, хорошо заходит. И рядом с дверью встал, двери закрылись, все, он встал. Я на него смотрю, он на меня, он так посмотрел. Ну, представляете, вертеп. Полностью вертепнул, такой, факшо, да, к разбойникам попал, факшо, да. И он говорит, ребята, такой голос мягкий, такой мягкий. Говорит, ребята, ну, обратили внимание очень многие. Сталина его смотрит, факшо, да, с нарп поскочили, все, факшо, да. Он говорит, ребята, я служитель Омской церкви. Сегодня, да, нас все будут судить. Разрешите мне, я помолюсь за всех вас и за себя лично, Богу. Пусть Господь нас всех благословит и по справедливости накажет, если кто в чем виновен. Я говорю, да, конечно, пожалуйста, эти костры давай гасить, разгонять и все. Он встал по середине камеры, взмолился. И вот здесь я уже понимаю, это все видите, присутствие Духа Святого было в камере. Костры все погасли до одного, разборки все прекратились. И я смотрю, полкамеры плачут, ревут, факшо, даже отпетые бандиты, которых я знал, факшо, да, у всех слезы катятся, да, хотя стесняются, отворачиваются все, все прочее, но рыдают все. Дух Святой коснулся многих, факшо. После молитвы он встает, да, и я так сквозь слезы ему говорю, Николай Романович, да, ну, он сразу услышал, да, да-да-да, молодой человек, факшо, вы скажите, откуда вы меня знаете, откуда вы меня знаете? А у меня слезы душа, у меня совесть обличает, я не могу сказать, факшо, да. Я воровал, меня так никогда не обличало ничего, факшо, да, как здесь. И я говорю, Николай Романович, простите меня, ну, простите, пожалуйста, да, меня Михаил Иванович к вам направлял, а я не пошел, простите, что я даже просьбу эту не исполнил, факшо. Он говорит, Коленька, что же ты наделал? Ты бы никогда уже здесь не был, ты бы не сидел, ты среди верующих, ты бы в церкви был уже давно, факшо, да, для меня это непонятно. Я говорю, да нет, нет, Николай Романович, я бы с вами был бы здесь. А он говорит, нет, Коля, факшо, да, с всей церкви, например, да, я один пострадал, факшо, да. И тогда для меня было закрыто, а сейчас, да, закрыто, что это подвиг Иисуса Христа, факшо, да. Его взяли, да, никто из учеников не пострадал. Его распяли, наказали, факшо, да, из учеников никто не пострадал. И вот так шли наши братья, да, этим же следом по следам, кровавым Иисуса Христа. Да, для меня это сейчас так приятно, факшо, да, и я не стесняюсь, не боюсь благовествования. Я не говорю, что я герой, но во мне герой живет Иисус Христос, и я не стесняюсь. И где можно только, факшо, да, эта группа собирается, факшо, там, после собрания еще где-то на благовестие, да. Братья, возьмете меня с собой? В столик смотрю, складывают деньги. Братья, возьмете на библиотеку, факшо, да. Ну и, конечно, у меня служитель, Яков Якович, он все это поощряет, он сам благовестник, факшо. Всегда я ему говорю, в машину сажусь, я думаю, Яков, машина оборудована, он уже понимает, он же смотрит, чтобы везде была литература, во всех кармашках вообще везде. И слава Богу, что у нас есть такие наставники, они были, да, сейчас есть, которые продолжают этот подвиг, факшо. И мне очень приятно в церкви находиться, очень. А сейчас, когда Господь даровал мне еще и жену, супругу дал, факшо, да. И вот так повел еще дальше, повел в Красноярский край, факшо, да. Ну, мне очень приятно послужить. А вот на девятке вы были вместе с Николаем Романовичем? Ну, конечно. Ну, и Николай Романович, его подвиг Веры в зоне, вот какие он у вас, он у вас остался в памяти, вот. Он действительно часами стоял, это все видели, это знают, чтобы, да. Потому что я вам говорю, по этим уголкам, там ходить невозможно, стукню ты не поставишь. Это ты обязательно, ну, стукнешься, убьешься, факшо, да, и как. Ну, и вот подумайте, если стукню не поставить, а как коленками на них можно стоять? И он стоял, он стоял, потому что он ясно, четко, сто процентов видел помощи. Он на уголках стоял или на нарах стоял? Нет, нары там в Африканке только на ночь отстегивали, факшо, и на них ложились. Он стоял на уголках, на уголках железных, да. Потому что днем нары не дают отстегивать, они на цепях пристегнуты, факшо. Но эта прокладочка, резина вот такая, она вот такой толщины, вот. И вот такой же, такой же, вот так вот здесь вот прошито. Вот такие были вот шлепанцы, и вот он их подставлял, да. Ну, что это? Что это такое? Конечно, он часами стоял, часами стоял, все это видели. Просто что, ну, понять никто не мог, факшо, да. Ну, были отрицательные люди, факшо, там тоже, потому что подстрекаемые были администрации, все прочее. Там Богомол, факшо, опять пошел молиться, факшо, да, там, например, ну, им надо было покурить, там, еще чем-нибудь так, то тоже там в углах выйти посидеть, потому что почему вот в углах-то молился, да, например, почему в углах-то, факшо, им покурить надо было. Потому что глазок этот, факшо, в дверях, он просматривал все те дальние углы, ну, только вот в одном здесь туалет был, да, а вот этот угол, здесь можно было помолиться. И вот который больше всего от прогулочного дворика в африканке промерзал всегда, он всегда был сырой, выньи, вот такой вот холодный, и вот он там стоял, на коленях, факшо, да, и молился. Ну, и понятные последствия, вот сейчас он будет всем понятные, да. Ну, это было очевидно, я это видел и знал, факшо, да, в чем дело, что. Ну, если я вам рассказываю, что там мы выходили, там, очаги на легких, да, у которых был, да, туберкулез явно, у кого туберкулез, мамешок уже висел, факшо, и все прочее. Представляете, это с организмом что делалось, да, а с коленками на этом полу. Конечно, конечно, потому что они отбитые, перемороженные были, да, и еще на этих, на уголках, ну, я не знаю, я честно скажу, я это не смог никогда, потому что, просто даже физически это не выдержит, даже в будущее, тогда, в 20 лет, потому что, да, или 22 года было, потому что, это подвиг. Это был человек молитвы, и он понимал так, что если умереть, так на коленях перед Богом, все равно умирать в этой камере. И я знаю о том, что на свободе имел обыкновение три раза в день преклонять колени перед Богом, не только утром и вечером, а еще в обед у него был определенный час, где бы он ни находился, на картофельном поле или в автобусе, вот у него был час, когда он преклонял колени, всегда молился в Бог, везде. Три раза, как по примеру Даниила, который три раза преклонял колени перед Богом, это был муж молитвы, такой Николай Романович. А вот то, что стало причиной его потом смерти, вот избиение, это Сенчик его избил, кто его избивал, вот почему, что с ним произошло, после чего его списали и освободили досрочно? Да, основным уничтожением, да, ну основным человеком такой это Сенчик был, потому что Сенчик, у него еще была такая бравата, да, он никого с собой не брал, там никого не заставлял, ничего, он просто бил сам. Я вам почему говорю, что, ну, представляете, вы знаете, да, и многие братья наши знают, какой был, например, худенький, да, Николай Романович, как что, да, ну, как ребенка вроде стыдно было пообидеть даже его, да, а он бил дубинками эти, дубинки, знаете, они вот такие вот были, вот такие вот толстые, а внутри еще бывает тросик в них стальной стоит, потому что их вот так вот всяко ломают, они не ломаются, да, но дело в том, что было Факшу, он настолько зверско избивал, я сам видел, как сколотые эти дубинки были, Факшу, представляете, это вот об людей, Факшу, представляете, вот как будто она вот косой какой-то, Факшу, сколотая, я не верил этому Факшу, да, что человека можно так сломать, я думал, какой-то предмет еще, да, вот в такое безумие он входил, Факшу этот Сенчик, что его потом только врачей вызывали, те же офицеры, там, наряд, который был там Факшу, и его уколами только откачивали, только, вот, 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 такой был, ну, зверюга такой был, ну, я помню, когда Николай Романович ходил на свидание, Факшу там, ну, мы знаем, что очень много его лишали, да, очень много ему не давали, Факшу, да, и потом я вот читал их, да, Вера Леонтьева, сколько приходили, потом дочки-то были, да, и он, все прочее, ну, а я и там знал, потому что там за месяц подается заявление на свидание, Факшу, должны подписывать, и сообщаешь родственникам, когда у тебя будет свидание, Факшу, да, ну, как оно, так и было, Факшу, его постоянно лишали, Факшу, но дело в том, что здесь я не знаю, какой повод у них был, но я знаю, что они там, ну, что-то напугались, Факшу, что-то они боялись там, я знаю, что верующие, многие приезжали, многие ходатайствовали, Власова, сколько раз там это задерживали, там, около штаба, там, около проходной, там метров, наверное, 50 от штаба, да, зоны дойти, Факшу, на этом я знаю, многие братья-сёстры приезжали, это мне сами прапорщики рассказывали, Факшу, и он всегда говорил, с ним ничего нет, с Савченко, все, он здоров, с Савченко, с ним все хорошо, все нормально, все, а мы тогда в этой африканке сидели, Факшу, это потом мне уже, да, с задним числом мне это рассказывали, все говорили, он всегда говорил, все здорово, все здорово, так дайте, покажите нам его, покажите нам его, Факшу, да, где-то, что-то, Факшу, он был, ну, вот, в таком, в таком состоянии, да, с черными этими ногами, и все прочее, Факшу, он был в этой африканке, да, но я ни разу не видел, Факшу, я ни разу не видел, чтобы он хоть как-то удручен был, вот, понимаете, вот, настолько вот эта сила, да, вот, что подкупала меня, что Михаил Иванович, что Николай Романович, ну, откуда они эту силу черпали, я же не знал Бога тогда, да, что они всегда черпали Господа нашего, так он подпитывал, да, сыновей своих, так что, да, но я этого не знал, и я сильно был удивлен, и вот почему я, да, выходил на свободу, то, я не про блатных, там, и воров в законе, да, рассказал, да, а вот об этих мужах веры я везде всем рассказывал, понимаете, ну, и мне так хотелось, да, быть таким же, похожим на них, вообще, а сил не было, он себя отречься не мог никак. Где этот был момент вашей личной встречи с Господом? Вот что-то вас внутри развернуло, и вот вы не могли, а потом смогли. Я не находил, как бы сказать, фавшо, да, ну, смысл жизни, я его не находил. У меня был большой коттедж построен, фавшо, да, у меня, говорю, были холодильники, фавшо, забиты, но колбасой, но я не похвалься, да, особо показывал, фавшо, ну, в рот они не лезли, радости не имел. Если бы для кого-то это было вкусно, да, аппетитно и все прочее, да, ну, я так быстренько за столом поел, фавшо, и на свободу еще, я специально себе овчарку зовел, фавшо, я с ней разговаривал, и сожительница это видела. Она говорит, и овчарка уже дороже, чем у меня, и там, считаешь, там, пасынка этого и все прочее. Душа страдала, душа страдала. И в один прекрасный момент, фавшо, да, я беру пакет, фавшо, да, беру смену белья, полотенца, фавшо, мыльницу. И с этим она говорит, ты куда собираешься-то? Поехали, дел много-много, море и все прочее. Я говорю, все, дорогая, жизнь за меня закончилась. Коммерция твоя и все прочее, она закончилась. Как закончилась, ты куда? Я говорю, к Богу. Как Богу тут сюда? Я говорю, вот так повернулся и пошел. Пошел, пошел к Алексею Федоровичу. А, нет, я пошел, пошел к своим друзьям еще. Ну и понятно, фавшо, да, стол накрытый, встретили. Думаю, что, дорогого гостя такого, все прочее, да, фавшо. Ну, выпили, фавшо, да, свечерело. Они спать упали бы, да, а у меня в душе мира нету, фавшо. Я печку подтопил, сел у огня, всю ночь просидел, да, в оконцовке слышу шум какой-то, ну, во дворе. Залетает гурба молодых людей с скалами, прям, представляешь? И вот и печки мне, как дали-дали, мне так хорошо вообще все. Ну, а перед этим, я же говорю, у меня один бандит, уверовавший, говорил, ну, с Исаи, да, Николай, а что тебе еще бить от головы? Да, опять нет живого места. И вот, когда они убежали, да, фавшо, я не понимая за что, а машинально раз вот за голову у меня шрам, раз ногу почесал, ноги все разорваны, все в шрамах, они сейчас все такие, представляете, это... Я думаю, почему, он откуда знал-то про меня, откуда это все, он же со мной рядом нигде не был, понимаешь? И я понял, что со мной боксы говорил. И все, я разворачиваю такую сторону на колени, как заревел, фавшо, господи, прости, что я так долго к тебе не шел. Ты так меня любишь, ты меня распялся, ты мне таких двух ангелов посылал, Николай Романович, Михаил Иванович, это я все тебя не слушал, вот ты все равно меня сберег, Господи, я хочу тебе служить. И чуть-чуть рассвет, я только увидел, чуть-чуть маленько посветлело небо, фавшо, да, и я прям бегом по всей этой тюкаре, фавшо, да, там побежал, фавшо, в фавшо, в Куринск, потом к Алексею Федорченко, ну, и вы понимаете, в каком состоянии, да, хорошо, ну, прибежал, стучусь ему, я говорю, Алексей, отправляй хоть куда, в любой город, там, хоть куда, так что, да, ну, только к Богу, жизнь для меня закончилась. Вот Алексей меня принял, накормил, положил спать, говорит, сейчас решим, созвонился, послушайте, керем, со всеми меня направили в Новосибирский братский дом. Ну, вот, так у меня и пошло. В каком году вы покаялись, приняли крещение? В 13-м году я покаялся, в 14-м году, 3-е августа, я принял крещение. 5-го августа, день рождения, я так и понял, что это Бог мне подарок такой. Когда вы уже приняли крещение, я слышал о том, что вы потом уже встречались с генералом Власовым. А Власов, он, понятно, понимая, что, да, что за ним охотятся, как же, после его такой жизни, да, как же, ну, врагов у него очень много было, и он уехал в Омской области, есть такое Любино, Любино Малоросы, это очень маленькая деревня, как же, да, даже поселком не назовешь, как же, такой домик у него непрезентабельный, такой серенький, как же, да, Ниву он себе взял, шевролей, и он только занимается рыбалкой и охотой, и все, к нему очень много все приезжают, к нему, как бы, прячется там, он оттуда не уезжает, только на рыбалку, на охоту, все, больше никуда. Ну, это он мне сам потом рассказывал, фактически, да, и я вот приехал к брату к Юрии, шел гавеном, фактически, да, с Омской церкви брата у нас, фактически, ну, с которым мы на девятке вместе были, и он мне говорит, так сидим, разговариваем, он говорит, ты знаешь, что напротив меня живет, его, а кто? Он говорит, Алексей Иванович, я говорю, Власов, что ли? Он говорит, да, я говорю, да, я думал, живых его нет, а что мы сидим-то? Давай быстрее Библию. Библию дает, фактически, ну, и я ему подписываю, фактически, да, к генералу Власову, от бывшего узника Головнева Николая Никитича, фактически, да, и с Иисуса Навина 118, да, ну, и все, прихожу к нему, фактически, постучался, поздоровались, ну, он сидит, понятно, за бутылкой коньяка со своей уже второй женой, фактически, да, вижу оборюши, обмякши такой уже, фактически, в состоянии не бодром, фактически, ну, и просто спивается, я понял, фактически, и это, ну, и понятно, вот, как в прошлый раз я к нему в управление пришел, так же и здесь, он у меня один и тот же вопрос, ты чего приперся, я говорю, Алексей Иванович, ну, а у самого радость такая, что застал живым, хоть здоровым, фактически, да, я говорю, Алексей Иванович, верите, нет, фактически, да, вот, ну, вы меня знаете, какой я был, что, где-то, что-то, представляете, фактически, да, ну, Господь дал мне покаяние, я покаялся, представляешь, я верующий, я сейчас член церкви, представляете, как радостно Богу служить, но когда я читал Слово Божье, да, Господь говорит, спасай обреченных на смерть, ну, и дело в том, что, понимаете, смерти, это две бывают, фактически, да, одна материальная, плотская, фактически, одна духовная, фактически, и вы представляете, написано так, что все мы предстанем перед Богом, каждый дастся в счет, что мы делали, да, я вас ни в чем, ни грамма не обвиняю, хотя вы знаете, как мы жили, да, как вы меня там, уничижали, да, и все прочее, запомните, ни грамма обиды, ничего вообще, только радость, что я вас достал живым здоровым, что я вам могу вот эту вот, Библию подарить, да, святую, фактически, вот видите, что я вам написал, я говорю, сейчас открываю, Иисус Анавиона, да, 1.8, видите, откуда этот текст, это Бог вам говорит, так что держите ее, потому что не отпускайте ее из рук, вы знаете, вы познаете Иисуса Христа, вы познаете спасение, душа ваша будет спасена, и вы прочитаете, где два разбойника были, так что, да, по обе стороны, от Иисуса Христа, распятый, понимаешь, на нем столько злодеяния было, сколько на мне и на вас, может, больше даже, да, но дело в том, что когда он обратился к Иисусу, да, и спросил, сказал Господу, когда будешь там, да, в Царстве Небесном, помяни меня, то он слово только одно сказал, помяни меня, да, перед отцом, так что, он ему сказал, сей же будешь в раю, да, я говорю, точно так же, точно так же, я сейчас уйду, помолюсь, я говорю, да, и уйду, но вы сами обратитесь к Господу, какой я был ваш грешник, да, ну, не надо копаться там, да, всю свою жизнь и все прочее, осознайте себя грешником, что вы творили, что вы делали, да, ну, запомните, я вас не сужу, есть один судья, да, это Иисус Христос, и он будет судить мир, так что, да, и все мы предстанем перед ним, но у вас есть шанс, пока вы сейчас живы, здоровы, в здравом уме, и не пили пока этот напиток, обратитесь к Господу, а сейчас можно я за вас помолюсь, он говорит, помолись, я говорю, давайте преклоним колени, Факшу, да, помолимся, да, и, ну, и что, он преклонил колени? А, мол, все, ну, преклонил колени, вот здесь уже вот так за столом, как я вам говорю, Факшу, да, и мы встаем, когда с колени, он говорит, честно, генеральское я тебе даю, Факшу, эту книгу от корки до корки я прочитаю, я говорю, как сказал, так и сделай, и все, я говорю, ну, дай я тебя обниму на дорогу, Факшу, обнял, он мне как стиснулся, ну, может, все-таки выпьем, я говорю, нет, просто, я еще раз повторяю, если раньше было мне это за радость, за честь, и потом все округи бы рассказывал, как я с генералом пил коньяк, да, у него дома, но сейчас это не нужно, ну, этот напиток будет, да, туманить разум наш, мешать беседы, ну, и что мы с тобой тут заговорим, еще мы с тобой запоем, какая святость, все, обнял его, Факшу, я буду богословить вас Господь, и все, и пошел, уехал, потом мне говорили, что он долго в коме, лежал, Факшу, и я сейчас не знаю, даже все-таки похоронили, не похоронили, пришел он в сознание, не пришел, но я все равно, я молюсь, я к Господу обращаюсь, к Господу, если он еще живой, Факшу, да, дай ему хоть просветление, хотя бы на одну минуту, чтобы он сказал, Господи, прости, чтобы душа этого спасена, и, конечно, все мы будем рады, все увидимся в Царстве Евесома, да, в небе, Михаил Иванович, Николай Романович, и Глазов там будет, так что, да, мы с вами, если не ослабеем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова